Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Иакова и Сулмия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит на камень двери гроба, и взглянув, видя, что камень отвален, а он был весьма велик. Войдя во гроб, увидели юношу, сидящую на правой стороне, обреченную в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на зоряного распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, видя, побежали от гроба. Их убьет трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рану, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой из нас семь бесов. Она пошла и возвестила, бывшие с ним плачущие и рядающие. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После всего явился он ином образе двух из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвротившись, вовестили против, но у них не поверили. Наконец, зависел самим одиннадцатым возражающим на вечере, и упрекал за неверие жестокое сердце, что, видя, что его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру проповедите Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавшихся будут сопровождать все знамения, именем будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смерть в носе выпьют, не повредить им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо все одесное Бога. Они пошли и проповедовали везде, при Господе судейся и подкреплении слова, последующими знамениями. Аминь.